Чита – один из немногих городов, где маршрутное такси можно остановить почти в любом месте. Водители и пассажиры к этому привыкли. Редкие рейды со штрафами за остановку в неположенном месте положительного результата, к сожалению, не дают. И, казалось бы, что мешает перевозчику и людям соблюдать правила пользоваться общественным транспортом без риска для жизни? Ответ прост – это отсутствие остановок. Сергей Порошин работает водителем 20 лет, а за это время выучил все участки дорог, которые не соответствуют требованиям и правилам безопасности. Здесь вот находится лицей Ленина-2. Находится это выставочный центр. Дальше там находится учреждение, относящееся к министерству образования. Все люди хотят уехать. Но остановка есть только на правой стороне дороги. На левой стороне дороги ее нет. Когда люди хотят уехать в город, то дети выходят прямо на пешеходный переход и останавливают маршрутное такси. А это влечет за собой целый ряд нарушений и серьезных аварий. Еще одна проблема – плохое содержание остановок. Если в центре города еще можно увидеть дорожный карман, оповещающий знак остановки и навес со скамейками, то стоит проехать пару километров, начинают попадаться только призрачные места остановок. Здесь была когда-то остановка. Она так в схеме и прописана, авиационная. Здесь раньше был как карман, он так и остался. На той стороне тоже был карман, он тоже остался. Но знаки почему-то убрали. Была остановка здесь и на той стороне и здесь. Трубы остались от остановки, ее спилили. Ну, причины неизвестны, конечно. Люди ездят, но остановки нет. И этот случай не единичный. В любой маршрутке есть план ее движения и место остановок. Правда, последние существуют только на бумаге. Как, например, остановки улиц Рахова и городской пляж. Летом очень тут людно и тоже в схеме есть эта остановка, в схеме. Но на практике ее нет, к сожалению, ни знака, ни карманов. Но летом очень много народу пользуется этим пляжем. Когда нет знака и нет остановки, конечно, это очень сложно и остановиться, потому что грунт, как видим, в ямах и нужно выбрать место. Есть остановки, созданные и людской кровью. Как пример, участок на улице Авиационной. Здесь она появилась после двух аварий с летальным исходом. Возникает вопрос, если сейчас во всем регионе запущены проекты по улучшению безопасности дорог, то где их результаты? Виктор Соловьев, Анастасия Шадрина, ЗАП-ТВ.